Хакасия вспоминает жертв аварии на Саяно-Шушинской ГЭС. Ровно 9 лет назад крупнейшая техногенная катастрофа унесла жизни 75 человек. Основные памятные мероприятия состоялись в поселке Черемушки. После панихиды состоялся концерт-реквием с участием прославленного ансамбля песни и пляски имени Александрова. Репортаж Виктора Бурова. С самого утра к кладбищу, где похоронены жертвы катастрофы, ехали колонны машин. Родные, друзья, коллеги погибших и просто жители республики, которые принимают трагедию как свою собственную. У Галины Алимова 17 августа 2009 года под водой погиб сын. Прошло 9 лет, но боль от потери не утихает. Почему мы живем, а дети уходят? Очень больная тема эта, пожизненная. Она никогда не забудется. В часовне на Устьском кладбище состоялась литургия. Посетил памятное могослужение и глава республики. Он возложил цветы к памятной доске. Жертвами самой страшной катастрофы в истории гидроэнергетики стали 75 человек. Церковь надгробное рыдание притворяет в радостную и светлую песню, хвалебную Богу, аллилуйя. Авария случилась из-за внезапного повреждения второго гидроагрегата. Под давлением вода хлынула внутрь станции и в считанные минуты затопила машинный зал. Было повреждено 10 агрегатов, 3 из них оказались полностью разрушены. Восстановление СЖГ слилось больше 5 лет, стоило 40 миллиардов рублей. Я сегодня специально вышел сюда, вниз. Еще раз всем вам сказать, простите нас. Простите всех тех, кто был повинен в гибели ваших близких. Трагедия на Саяно-Шушинской ГЭС до сих пор отзывается о боли в сердцах жителей Хакасии. Поддержать республику в памятный день прилетел прославленный ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. С всемирным любимым коллективом Хакасию давно связывают теплые отношения. Поэтому ансамбль зрители встречали и провожали долгими аплодисментами. Это то, что отзывается в сердце каждого человека и радостью, и болью, и теми эмоциями, которые в сердце плакали все. И мы очень благодарны жителям Черемушек, жителям Хакасии, очень благодарны за такую поддержку, которую они для нас сегодня сделали. В следующем году с момента катастрофы на Саше-ГЭС исполнится 10 лет. Жители республики никогда не смогут забыть страшной трагедии. Но несмотря ни на что, жизнь должна продолжаться. У многих жертв аварии родились дети, внуки, которые тоже будут продолжать славные традиции своих отцов, работая на крупнейшей ГЭС-Мира. Виктор Буро, Сергей Казмин, Вести, Хакасия.